Продолжение следует... И мы понимаем, что из этих 99% доминируют китайские компании. Вот это контекст, в котором мы находимся. Вспомним слова Владимира Владимировича Путина. И он обозначил, что у нас в стране должен быть технологический суверенитет. И здесь нужно отметить с благодарностью и с теплом Минпромторг, который помогает инструментами развития отечественного машиностроения. Мы пользуемся небольшим количеством инструментов и очень с благодарностью это оцениваем. Например, мы участвуем в субсидировании НИОКР. Это проектирование новых изделий, для того, чтобы вывести их на рынок. И благодаря субсидированию НИОКР в прошлом году мы смогли спроектировать и сейчас уже производим ходовые системы на бульдозеры КамАЦУ, Катерпиллер и прочих всех уважаемых партнеров, которые нас покинули. Благодаря субсидии на НИОКР мы смогли спроектировать машину 72 тонны. Это гусеничная большая машина-бульдозер. И буквально с конца этого года, с начала следующего года, в России будет полноценная машина 45-го тягового класса. Кроме этого, есть у Минпромторга инструменты, такие как ФРП. Вы понимаете, что стоимость денег, ставка, безусловно, очень высокая. И благодаря инструментам ФРП мы смогли приступить к приобретению станков. И приобретение этих станков создает хороший спрос для других отечественных машиностроителей, для танкостроения, для тех, кто изготавливает компоненты, изготавливает детали. И благодаря ФРП мы инвестируем в увеличение объемов производства бульдозеров. И обозначаю еще раз производство ходовых систем для всех импортных машин. Мы производим ходовые системы для всех иностранных бульдозеров. Итогом является увеличенная доля российского машиностроения на рынке. Итогом является комфортное замещение бывших партнеров японцев и американцев. Итогом является, безусловно, воссозданная школа тракторостроения и машиностроения. Я был на прошлый день недели назад в Китае. Машиностроители знают. Мы производим ходовые системы под брендом Часок, Чебоксарский агрегатный завод, и участвовал в обмене опытом. Значит, башмак на гусеницу производится из профиля, такая длинная полоса. Мы четро за собственный счет нашим металлургам платим, россиянам металлургам, платим средства, чтобы они поставили на производство определенные профиля. Этот профиль можно купить в Китае. И вот я вам скажу, что было буквально две недели назад. Условно, профиль в Китае стоит 100 условных единиц. А готовый башмак, это изделие порезанное, механически обработанное, термически обработанное, покрашенное, уложенное комфортно на палеты, стоит уже на 15% дешевле. И китайцы вообще не скрывают, что они имеют субсидию от государства в районе 30%. То есть купить готовые изделия высокого передела в Китае существенно дешевле, чем сырье. Кроме этого, Китай предоставляет инструменты финансирования. И дилеры иностранной техники знают, это инструмент Синашур. Под 0,2% годовых длительная отсрочка. Теперь давайте соединим бесплатное финансирование плюс демпинг со стороны государства. И это получается грамотная техническая политика китайского правительства. Они успешно создают промышленность для всего глобального мира. Их фабрики крупные, их экспорт растет, потому что у них есть замечательные инструменты поддержки. Я разговариваю с отраслью и сам при этом считаю, что поддерживать, конечно, нужно рост ВВП, рост промышленности через поддержку наших потребителей. То есть в стране сейчас при текущей стоимости денег мало начинается новых карьеров. С крыши, ну это работа по выемке горной массы перед началом добычи полезных ископаемых, требует огромных инвестиций. При текущей ключевой ставке наши пользователи этого делают мало. Ну и тем более мало обновляют дорожестроительную технику, приобретенную ранее. Мы пользуемся, вернее не мы, а лизинговые компании, пользуемся инструментами 811-го постановления. Это льготный лизинг для отечественной промышленности. И это позволяет металлургам, золотодобытчикам, пользователям нерудных материалов, дорожестроительным компаниям, приобретать на комфортных условиях технику. И они уже выбирают с помощью этого инструмента, какие они машины возьмут. И вот этот инструмент уже наращивает и ВВП, и мощь, и если коллеги приобретают отечественные машины, то создает этот огромный потенциал. При этом лимиты, которые на год выделены по 811-му поставлению, 3 миллиарда. И эти 3 миллиарда выбираются за один квартал, за два квартала уже не выбираются, их не хватает. То есть нужно с 3 миллиардов увеличить до 20 миллиардов, чтобы им был импульс, хороший импульс для роста отечественной промышленности. Кроме этого, инструментов, скажу еще, российский рынок недостаточно велик. Ну для нас, да, мы производим 800 машин, 3 машины в день, 800 машин в год, при общей емкости рынка менее 3 тысяч. Нам необходимо выходить на экспортные рынки. И на экспортных рынках это очень полезно для развития машиностроения. На этих экспортных рынках мы впрямую конкурируем с теми компаниями, которые рынок покинули. С теми же японцами, с теми же американцами. И это очень полезно для развития продукта. То есть, соответственно, мы уже боремся в той среде. Для этого, опять-таки, есть инструмент постановления 1269. Это субсидия обратного выкупа. И я точно не помню, но, по-моему, на всю огромную нашу страну дается 600 миллионов рублей на субсидию по обратному выкупу. Я думаю, даже если будет 3 миллиарда, то эти 3 миллиарда достаточно быстро будут освоены нашими компаниями. И это позволит нам выходить на внешние рынки, конкурировать и драться на этих рынках с иностранными производителями, что будет, безусловно, развивать наш продукт. Что ограничивает рост отечественного машиностроения и ВВП, это компонентная база. Вот здесь коллеги присутствуют. Мы, Елецгидроагрегат, приобретаем, безусловно, их компоненты. Но хотелось бы, чтобы был и Елецгидроагрегат 1, и 2, и 3, чтобы таких заводов было много. Это сложная школа, это сложный продукт, который необходим. Соответственно, нужны меры государственной поддержки на неокр, на проектирование, на приобретение машинооборудования, на выведение, в том числе, пилотных партий. Вот для коллег рекомендую, пилотных партий на рынок. Тогда, соответственно, компоненты плюс льготный лизинг, вот здесь будет создан огромный спрос и огромный потенциал для отечественного машиностроения, который будет вытаскивать все эти новые предприятия и поднимать их, выводить, в том числе, на экспорт. Коллеги, так что потенциал есть, техническая политика есть, и я уверен, что экскаваторов на российском рынке, доля российских производителей уже буквально 2-3 года составит минимум 40-50%. Мы вывели в этом году отечественный экскаватор, я еще знаю, два предприятия выводят отечественные экскаваторы. Нужны меры, про которые я сказал, для того, чтобы покупатель имел возможность выбрать то, что имеет лучшие параметры. Школа наша инженерная сильная, производить мы умеем, никаких сомнений нет, будут отечественные машины. Спасибо большое. То есть из всего, что вы сейчас сказали, вы ко всему готовы, вы все можете, вы знаете, как это должно быть. То есть не хватает просто государственной поддержки. То есть те же меры, которые есть, просто нужно дополнительное финансирование или нужно что-то еще совсем новое. Алла, мы в течение пяти лет выросли в четыре раза. То есть мы больше ратуем за меры поддержки конечному потребителю. То есть вот тот же льготный лизинг позволяет снизить стоимость денег для того, чтобы недропользователи, дорожестроительные компании обновляли технику. И они уже с помощью этого инструмента выберут те машины, то оборудование, которым более выгодно. Мы за то, чтобы создавалась ниша производителей компонентов. И тогда уже у нас будет расти и качество, потому что есть выбор. И будет расти возможность создавать новые машины, под которые сейчас в данный момент нет компонентов. Спасибо большое. Может быть есть вопросы? Да. Скажите, каково у вас в уровне локализации? Только представьтесь, пожалуйста. У меня вопрос в уровне локализации. Что у вас в свою есть в российском? А что вы в партии? Павел, спасибо. Все отечественные производители считают технику отечественной, если мы попали в реестр Минпромторга. Это процедура прозрачная. Пожалуйста, есть бальность. Мы должны сделать компоненты определенные, набрать баллы, чтобы были отечественными. Но если так очень популярно скажем, бульдозер четра на 98,5% он отечественный. Это компоненты, произведенные в России. У нас есть техническая политика. На каждый компонент покупной должно быть минимум три производителя. Один должен быть всегда отечественный, и мы развиваем отечественные компании. Второй должен быть премиальный с международного рынка, желательно доступный. Ну и третий компонент тот, кто победит. Это может быть снова российская компания, может быть белорусская компания, может быть другая компания. Но все наши машины соответствуют требованиям Минпромторга. Это очень прозрачные, очень понятные условия. Они установлены постановлением 719. Спасибо большое. Что еще нужно? Что осталось? Импортным остались некоторые субкомпоненты наших поставщиков. То есть если мы возьмем контроллер, это электронный компонент. Он отечественный, но компоненты электронные в нем присутствуют иностранные. То есть нужно развивать наших поставщиков, чтобы и они это закончили. А мне момент непонятен. Вы говорите, мы за то, чтобы субсидировали потребителей и не субсидировали вас. Потребитель же выберет ваших конкурентов, которых вы сами привели пример, что их субсидируют, их продукция дешевле в себестоимости. Соответственно потребитель получит деньги государственные и купит не вашу, а просубсидированную продукцию. Вот мне непонятно, почему вы против поддержки производителя? Константин, вы ошибаетесь. Я не против отечественного машиностроения, не против поддержки. Я за честные условия. Я тогда немножко разовью тему. То есть получается мы на российском рынке находимся в не очень честных условиях. То есть мы на совершенном рынке в России бьемся с Юго-Восточной Азии, которая с помощью субсидий сюда зашла. И еще мы ограничены в компонентах, потому что иностранцы нам их и не поставляют, а они заходят с этими компонентами. То есть мы находимся в нечестной конкуренции на российском рынке. Тем не менее я верю в рыночную экономику и считаю, что нужно поддерживать, и это проходит, потребителей. То есть с помощью того же льготного лизинга потребителю удешевляется финансирование и предоставляется возможность приобретать оборудование. Если мы хотим, чтобы они приобретали нашу... Этот льготный лизинг, он только на российскую технику? Ну, безусловно, это же мера Министерства промышленности и торговли, они поддерживают отечественную технику. И мы видим, что когда появляются лимиты на льготный лизинг, на 30% отечественная промышленность выстреливает. Но те лимитры быстро заканчиваются. Месяц, два, три, четыре. Спасибо.